МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, служба информации Первого Балтийского канала знакомит вас с событиями дня и сегодня в нашем выпуске. Корпус реактора на белорусской АЭС решено заменить. Такая весть пришла из Минска. В Вильнюсе ее сочли признанием обоснованности опасений. Трудовой кодекс. Менять или не менять? За месяц до парламентской сессии противники и сторонники пересмотра снова на баррикадах. Марафон мира из Латвии в Калининград сегодня встречали в Клайпиде. Бегуны с факелом мира надеются победить международную напряженность. Вот об этих и других новостях в нашей сегодняшней программе «Литовское время». Корпус реактора на белорусской АЭС решено заменить. Такая весть поступила сегодня из Минска от министра энергетики Владимира Потупчика. В Литве к сообщению отнеслись как к признанию серьезности недавнего инцидента. Решение о замене корпуса реактора уже принято, сообщил Минэнерго Беларуси, не называя субподрядчика, по чьей вине произошел инцидент, но указав, что предприятие принадлежит российской корпорации ядерной энергетики «Росатом». Тем временем белорусский орган надзора по ядерной безопасности сообщил, что официальное уведомление о замене корпуса реактора пока не получено. Сами строители из «Росатома» не информированы о предстоящих серьезных изменениях в плане и воздержались от комментариев. Но в Вильнюсе весть из Минска уже назвали признанием. «Если действительно корпус реактора будут менять, это значит, что Белоруссия признает, что сталкивается с определенными трудностями при строительстве островецкой АЭС. Это приветствуемый первый шаг, когда признаются, что не все гладко, но этого недостаточно», прокомментировал премьер-министр Альгардер Сбуткевичу с сообщения Белорусского Минэнерго. Напомним, 10 июля на стройплощадке в ходе монтажных работ корпус реактора накренился и пострадал от удара о землю. Ранее инцидент подтверждали строители, но отрицали ущерб. Теперь решение о замене корпуса подтвердит обоснованность опасений и требований КАЭС у литовских границ со стороны Вильнюса. Трудовой кодекс после недолгого перерыва сегодня вновь обсуждали лидеры профсоюзов с главой правительства. Ветхий и устаревший с советских времен документ все-таки лучше сегодняшнего защищал права рядовых работников. Таково мнение профсоюзов подкреплено президентским ВЕТО. Сегодня же сотни предпринимателей и общественников выступили с призывом сохранить принятую сеймом версию без изменения. Об остроте предстоящей борьбы говорит тот факт, что за месяц до старта парламентской сессии и противники, и сторонники нового трудового кодекса вышли на баррикады. После длительной переписки с главой правительства, лидеры профсоюзов Литвы встретились сегодня с премьером за столом переговоров. Речь о президентском ВЕТО на этой встрече не шла. Свои претензии профсоюзы неоднократно высказывали на митингах. Первый раз услышали от премьера, что он понял, из-за чего именно мы упорствуем. Наши пожелания – это признание работников в трудовом договоре слабой стороной, отмена нулевых договоров, уменьшение количества срочных договоров, возврат урезанных в новой редакции кодекса социальных гарантий. В основном затронули тему социальной защищенности. Якобы не были приняты во внимание права работников. Якобы работники плохо защищены и преимущества на стороне предпринимателей. Однако внеочередное заседание кабинета министров по содержанию кодекса созываться не будет, заявил премьер, предложив вместо этого закрепить достигнутые договорённости письменно. На свет должен появиться документ с моей подписью. Этим я возьму на себя ответственность за то, что в Сейме не будет никаких дополнительных предложений. Если же вдруг такие предложения появятся, обсуждать их мы будем снова вместе. Встреча профсоюзов с главой правительства проходила за закрытыми дверями. Как пояснил вице-спикер Сейма Альгерда Сисас, для прямой трансляции не было необходимости. Это был лишь обмен мнениями. Все основные решения ещё впереди. Я не голосовал за него, потому что думаю, что кое-какие поправки, которые продвигали работодатели, они и сделали вот такой очень коллапс. Если парламент принял бы кодекс такой, какой вышел из комитета, я думаю, что никаких коллапсов не было. Сегодня же глава форума инвесторов от имени работодателей и общественников призвала не менять больше принятый кодекс, якобы в нём уже учтены права и свободы всех участников рынка труда. Нельзя сказать, что в новом кодексе у работодателей больше прав, чем у работников. Думаю, Сейму стоило бы подумать об отклонении всех предложений президента, после чего можно было бы зарегистрировать для обсуждения лишь некоторые из них. Если же принять все изменения, то концепция нового трудового кодекса будет полностью уничтожена. Если Сейм снова отклонит президентское вето, у главы государства в руках останется единственный инструмент – «Роспуск парламента». А так как нынешним депутатам с начала сессии до дня выборов останется менее месяца, есть подозрение, что многострадальный кодекс труда станет наследством для нового созыва. Андрей Танин, Мартина Свитцбелли, Сергей Шалкин, Александр Кочегаров, Первый Балтийский канал. По данным СМИ, соотношение зарплат депутатов Сейма Литвы со средней по стране значительно превышает аналогичные показатели и в Латвии, и в Эстонии. Как подсчитали в издании «Литвовоз Жинюс», служебный заработок парламентариев в 3,4 раза выше средней зарплаты в стране. То есть порядка 2,5 тысяч евро в месяц рядовой депутат получает в отсутствии персональных доплат за государственный стаж и участие в комиссиях, группах и комитетах Сейма. В Эстонии соотношение средней зарплаты с жалованием парламентария составляет 3,2. В латвийском Сейме депутат получает около трех средних зарплат. По этому поводу финансовые аналитики высказали мнение, что суть проблемы в стране не в слишком больших депутатских зарплатах, а в слишком низких доходах рядовых тружеников. Коррупционные подозрения в адрес главы ветеринарно-пищевой службы указывают на необходимость ротации в подобных учреждениях. Такое мнение накануне высказал и президент Даля Грибаускайте, добавив, что директору Йонасу Милюсу уже давно следовало покинуть пост. Герой скандала с главой стороны не согласен. Как заявила глава государства, слишком долгое пребывание в чиновничьем кресле – прямой путь в трясину коррупции, имея в виду главного ветеринара Йонаса Милюса, занимающего свою должность еще с 2010 года. Острая критика президента вызвала незамедлительную реакцию в Министерстве сельского хозяйства, которой подчинена скандальная служба. Министр Виргиния Болтрайтиня заявила, что принцип ротации руководства в службе не нарушается. По закону срок полномочий составляет 4 года с правом на одно переизбрание. Сейчас Йонас Милюс отбывает второй и последний срок полномочий, до конца которого еще остается 2 года. Несмотря на всеобщую критику и призывы премьера уйти с поста по своей воле, чиновник продолжает упорствоваться. И на сегодняшней встрече с главой правительства главный ветеринар заявил, что добровольно отказываться от поста не намерен. По делу о политической коррупции и связях с концерном МГБОЛТИК сегодня в Генеральной прокуратуре допрошен заместитель старосты фракции либералов Гинтерас Степановичус. Я приглашен как свидетель, чтобы ответить на вопросы по этому делу. Только и пояснил журналистам один из создателей партии либералов Гинтерас Степановичус. Первые подозрения в коррупционных связях с концерном МГБОЛТИК были предъявлены в мае теперь уже бывшему депутату и лидеру либералов Элигию Сумасюлису. В июне спецслужбы нагрянули с обыском в фонд имени Гинтераса Степановичуса, вернее в отсутствие офиса на квартиру директора фонда Витута Сатолейкиса. Тогда либерал Степановичус поспешил заявить, что абсолютно уверен в прозрачности своего фонда. Хотя интерес спецслужб понятен, среди спонсоров фигурирует МГБОЛТИК, но его вклад не превышает десятой части, примерно 34 тысячи евро, пояснил Степановичус. Это в то время, как подозрения в сумме подношения от концерна Элигию Сумасюлису колеблются от 100 до 250 тысяч евро. 40 тысяч тонн мусора разместить рядом с городом без разрешения местных властей и общественности – такое намерение частной компании случайно раскрыли жители Висагинеса. Опасения общественности не беспочвены, есть вероятность, что горы зловонного груза осядут в окрестностях города на неизвестный срок. Вторые сутки эти две большегрузные машины с мусором ожидают въезда на территорию Висагинского технопарка, расположенного в окрестностях города, в деревне Карлай. Случайно выяснилось, что ЗАО «Энергизман» дало добро неким деятелям из столицы на перевозку и складирование бытовых отходов из Вильнюса. Территория, на которую их везут, принадлежит предприятию «Веспила». Последнее обязалось разместить у себя в пустующих производственных помещениях в общей сложности 40 тысяч тонн зловодных отходов. В настоящее время на место будущей свалки уже завезено порядка 200 килограммов мусора. Это по подсчетам соседей ЗАО «Веспила» предприятие «Акса», директор которого уже второй день держит оборону и не пускает машины с отходами на общую территорию. Запах здесь невыносимый. Жалко, что по камере трудно передать, но запах здесь как на площадке мусорного отхода. Сейчас вы видите малую часть мусора в этом помещении. Здесь сейчас около 200 тонн этого мусора. Они собираются сюда завезти от 4 до 40 тысяч тонн. За стеной этой является наше производственное помещение, где работает около ста людей. Условия работы невозможные. Людей рвет, крутится голова. И мы не представляем, как над такими условиями можно работать вообще. Накануне здесь побывали представители Министерства окружающей среды, которые без всяких препятствий выдали разрешение на складирование в этих помещениях огромного количества бытовых отходов. По словам представителя ЗАО «Энергизман», мусор здесь будет находиться временно. Затем его планируется отправить в Клайпиду на окончательную утилизацию. Вот только сомневается общественность Висагенеса, что это когда-нибудь будет сделано, поскольку в городе хорошо известен предприниматель, связанный как с ЗАО «Энергизман», так и с ЗАО «Веспила», которое, кстати, на грани банкротства. Так что велика вероятность, что возможная свалка зависнет здесь надолго. Наталья Гаврюшова, Елена Дидейко, Станислав Песоцкий, Висагенос, Первый Балтийский канал. Почти три тысячи приглашений в литовские вузы разосланы абитуриентом в ходе дополнительного распределения мест. На обучение за государственный счет приглашено около 900 поступающих и еще свыше двух тысяч на места с самофинансированием. Об этом сообщает Ассоциация по организации общего приема в высшие учебные заведения. Свыше 1200 абитуриентов получили приглашение на обучение в университетах. Еще 1700 – путевки в различные колледжи. Дополнительное распределение мест с государственным финансированием сократит число неиспользованных вакансий до 450. Всего же заявки на участие в дополнительном туре поступления подали свыше пяти тысяч абитуриентов. В основном туре 22 тысячи первокурсников уже подписали договора с выбранными высшими школами. Из них 13 тысяч будут учиться за государственный счет. У приглашенных на обучение в дополнительном туре на подписание договоров только два дня – пятница и суббота. Метеоритный дождь, так называемые персиды – редко астрономическое явление, можно будет наблюдать в ближайшие две ночи и в небе над Литвой. Это связано с тем, что орбита Земли пересекает орбиту кометы Свифта-Таттла, проходя через шлейф пылевых частиц размером с песчинку, которые сгорают в атмосфере, образуя звездный дождь на фоне созвездия Персея. Сама комета приближается к Земле раз в 135 лет, но через ее хвост наша планета проходит ежедневно. Эксперты НАСА уверяют, что этот август будет особенно урожайным на Персеиды и прогнозируют 150-200 метеоров в час. Жаль лишь, что неутешительный прогноз метеорологов может закрыть звездный дождь от землян и омрачить настроение наблюдателей. Международная эстафета дружбы и взаимопонимания «бег мира» сегодня достигла Литвы. В традиционном забеге Литва участвует более 10 лет. Колонну бегунов-добровольцев с факелом «Мира в руках» в Клайпеде встретил наш корреспондент Михаил Андриянов. Задача международной эстафеты «Бег мира» — объединить человечество в своем стремлении к гармонии и единству. Участники забега в олимпийском стиле передают из рук в руки горящий факел как символ доброй воли. Каждый человек, независимо от уровня подготовки и возраста, может принять участие в эстафете. Для этого достаточно пронести зажженный факел хотя бы несколько метров или даже просто подержать его в своих руках, выразив таким образом свою добрую волю. С момента создания эстафеты в 1987 году в ней поучаствовали более 6 миллионов человек. Факел побывал более чем в 140 странах на шести континентах — в Европе, Азии, Северной и Южной Америке, Африке и Австралии. В Клайпиду бегуны прибыли из Латвии по пути в Калининград. Это бег доброй воли, который проходит уже 20 с лишним лет. Наша страна участвует в этой инициативе более 10 лет. Такая сплоченность людей на всей планете показывает нам, как важен для человека мир. Означает встречать людей, встречать хороших людей и делиться с тем лучшим, который у меня есть, с дружбой и улыбкой. Местами бывает трудно физическому телу, но вот это ощущение счастья, вот это ощущение единства, когда присоединяется много детей с тем же ощущением внутренней радости, оно реально помогает и физическому телу бежать. Крупно-масштабный проект эстафеты в разное время поддерживали известные люди планеты. Мать Тереза, Далай Лама, Нельсон Мандела, Михаил Горбачев, Королева Елизавета, Принцесса Диана и многие другие. А в 1996 году факел эстафеты доставили даже в космос, на орбитальную станцию Мир. Мы бежим, потому что понимаем, что мы большая семья и вместе несем ответственность за все, что происходит на нашей планете. Из Литвы факел мира направится в Калининград. Всего же в 2016 году бегуны из разных стран пронесут факел мира по территории США, Европы, Канады, Японии, Австралии, Новой Зеландии, Бразилии, Аргентины, стран Африки и Юго-Восточной Азии. Михаил Андреянов, Первый Балтийский канал. Таковы были события четверга. Далее вечерний эфир продолжит многосерийный фильм «Красавица». А я на этом прощаюсь с вами. Приятного вечера и до новых встреч. До свидания.